В оконце солнце светит ярко, И птица песенки поёт, Журчат ручьи, Восьмое марта, Восьмое марта к нам идёт, Цветы, конфеты и улыбки Вам дарим щедро от души, Мы любим вас И понимаем вы воплощение любви. Второго марта, день Фёдора Тирона. Тирон, молодой воин, новобранец. Он был приведён в полк, Где неверующие стали принуждать его, Чтобы он принёс жертву идолам. Он смело назвал себя христианином и отказался. Стойко перенёс разного рода пытки, Чем удивил мучителей. Сам вошёл в костёр и отдал душу, Духу святому. Этот день считали лето указателем. По разного рода приметам определили погоду На период с июня по август. Великомучеников Феодору Тирону Молятся о защите от разбойников, Злых людей и преступников. Также молятся ему о пропавшем человеке Или вещи. И как утверждают, Они вскоре находятся. Приметы. Если после крещения было потепление, То сегодня жди мороза. Туман в этот день, май будет холодным. Увидишь падающую звезду вечером, Предвещает тяжёлые болезни и даже смерть. Нельзя оставлять сегодня на ночь рукоделие, Не помолившись над ним. Его может испортить жена домового. Чёрные кучевые облака сегодня утром Предвещают первый дождь. Если незамужняя девушка выйдет в этот день на улицу, И ей первая встретится женщина, Она выйдет замуж в этом году. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Так, ответим на некоторые вопросики. Наталья Печёнкина пишет. Геннадий, здравствуйте. Сделала первый раз циркуляторное дыхание И почувствовала все описанные вами симптомы. И дрожь, и выход был. Но когда делала второй, Последующие разы ничего не происходило. Дышала по полчаса. С чем это может быть связано? Раковин и всяких полевых паразитов у меня, конечно, много. Смотрите, с чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, Что надо более, как бы, интенсивнее дышать. То есть, в начале, как правило, Выходит то, что лежит на поверхности. Ну и у вас довольно-таки быстро все это, Насколько я понимаю, вышло. А вот для того, чтобы, как бы сказать, Поглубже зацепить, Вы должны дышать более интенсивно. То есть, не хватает энергетики От того дыхания, которое вы делаете, Для того, чтобы зацепить. Ну, по крайней мере, по крайней мере, Продолжайте дышать так. У каждого человека все это происходит по-разному. Поэтому, подышите-ка еще разок. Можете, смотрите, Изменить интенсивность дыхания. Главное, чтобы у вас получалось. И не обязательно там 30 минут дышать. Если вы более интенсивно будете дышать, Достаточно 15 минут, Чтобы вы почувствовали все эти зажимы. И далее уже будете с ними работать. То есть, постарайтесь более интенсивно дышать. Раз. Но правильно. Чтоб вы не задохнулись. Чтоб у вас не было там неприятных вещей. Второе. Второе. Попробуйте сменить позу тела. Допустим, лечь там калачиком, Там еще как-то. И знаете, что еще может быть? Вот, когда человек первый раз делает, Он не понимает, что с ним будет. Он ничего этого не ожидает. И она появляется. А потом, когда он начинает это делать, Он уже в каком-то ожидании. Это тоже может мешать. Вот. Больше расслабьтесь. Включите музыку. Вот. Доверьтесь самому процессу. Чтоб у вас не было никаких, знаете, ожиданий. Потому что вот эти ожидания, Это своего рода, как бы сказать, Энергия, которая клином идет в вашем организме. И мешает вот этому процессу. Ну, попробуйте вот то, что я вам сказал. Я думаю, должно получиться. Не спешите. Обдумайте. Вот почему это не получалось. Попробуйте, потом еще разок спросите.